Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Добрый день! Большой привет всем, кто смотрит и слушает первое и единственное в России телеканал «Синхронное обещание в ФМ-диапазоне» телерадиоканал «Страна-ФМ» Александра Хайрулина. Рада вас всех приветствовать. Программа «Лучшее в стране» и с огромным удовольствием рассказываю вам о том, что сегодня у нас в гостях, друзья, Татьяна Ткачук. Солистка группы «Моя Мишель» Танюш, добрый день! Привет! Спасибо тебе огромное, что ты к нам явилась. 22 января на календаре и, в общем, еще не так много времени прошло с наступления Нового года, поэтому разрешу тебя поздравить с Новым годом. С Новым годом! Я думаю, все присоединяются, да, с Рождеством, со всеми праздниками. Ну и твой подарок для жителей Москвы, наверное, первый в этом году — это концерт ближайший, который состоится 25 января в Татьянин день в клубе «16 тонн». Ну такой открытый концерт первый, да? Вообще мы уже играли концерт, уже работа идет полным ходом в этом году. Начиная, причем, с 5 января, если я не ошибаюсь, да? Да, но 5 января мы играли в Казани на улице, в Москве было плюс 3, а в Казани было минус 15. Ну, именно за этим, я думаю, вы и поехали туда, потому что, скорее, хочется почувствовать настоящую зиму. В общем, такой полноценный концерт, минус 15 на улице, и все в порядке, хорошо скажи. Ну, мы были очень довольны, зрители были очень довольны, никто не замерз, без обморожений обошлось сожжение, никто не простыл, и вообще было супер. Ну, отлично. Друзья, ну вот теперь московский концерт, 25 января, и, может быть, кто-то сейчас из поклонников, кто вдруг по какой-то причине не знал об этом, обрадовался, собственно, радоваться-то уже нечему. Нечему, да. Билетов на этот концерт уже нет, не осталось, но зато у вас есть возможность смотаться в Уфу 24 января, правильно, Танюш, все говорю, да, потому что там будет концерт, соответственно, 25 в Иркутске, 27, а, сори, 25 апреля в Иркутске и 27 апреля в Благовещенске. Ну, вот как-то так, нужно будет спланировать свою жизнь или еще внимательнее следить за сообщениями в социальных сетях. Да. Танюш, ну, немножко про концерт все-таки спрошу у тебя, предстоящий, который 25 января случится в клубе «16 тонн». Посвящен ли он Татьяном или дата выбрана была так случайным образом, скажем так? Скажем так, мало кому известно, что меня зовут Таня. Если думаешь, что ты зовут Мишель? Этот концерт посвящен тем людям, которые считают, что меня зовут Настя. Или Мишель. Или Мишель, да. Будем просвещать. Ну, в любом случае, если я не Татьяна, то студенты-то в этот день точно будут там находиться у тебя на концерте. Ну, что-то ты особенное готовишь на этот раз? Ну, конечно, мы же сейчас записываем новый альбом. Да. И какие-то песни с этого альбома уже готовы, мы их пока не будем выпускать, но сыграем их на концерте. О, счастливчики, значит, те, которые окажутся все-таки. Да, их можно будет услышать. Кроме того, мы сделали переаранжировки некоторых песен, хотел сказать старых, но не могу сказать такое про свои песни. Своих неновых песен. Вот. И у нас будет какой-то свет. Ну, непростой. Наряды и все такое. Ну, в общем, праздник, как всегда. Танюш, ну, надо сказать, что, в принципе, в Москве у вас достаточно часто концерты случаются, да, у группы «Моя Мишель». И уже в последнее время, заранее, билеты заканчиваются в продаже, поэтому вы делаете даже не один, а два дня, как правило, да, концерты свои. Ну, чаще всего, вот, традиционные вечеринки в тоннах мы делаем концерты два дня, да. Да, но поскольку Татьянин день все-таки, он 25 января только, мы решили сделать один день. На этот раз один день. Ты следишь за тем, вот как раз за наличием билетов, для тебя важно, или ты уже спокойно и всегда знаешь, что билеты закончатся задолго до самого концерта? Ну, я переживаю обычно, когда это какие-то большие концерты, на очень больших площадках за клубы, уже, конечно, давно не переживаю. И уже так в порядке вещей воспринимать. Ну, волнуешься в основном, когда ты берешь сам в аренду площадку, сам продаешь билеты, сам делаешь свет, весь там, всю программу от начала до конца, там, грубо говоря, тебе никто ничем не помогает, тогда ты, конечно, такой волнуешься. А клубные концерты, это уже, ну, немножко как квартирники, хотя мы тоже, конечно, там стараемся все делать особенно, но они отличаются, они более-таки домашние. Танюш, про клип немножко, который открыл наш час, ты мне нравишься. Песня, как ты говоришь, они у тебя все не старые, но не новая. Не новая. Это та самая песня, которую можно назвать, наверное, не новой, да, потому что она у нас еще и в эфире радиостанции крутилась в какое-то время. А клип был снят этим летом, получается, да, вот, 2017-го? Он был прошлым летом снят, потому что он снимался в фильм про любовь, про любовь только для взрослых. Эту песню захотела Анна Мелькян, продюсер, собственно, фильма. И сняли в одну из новелл нас, и поскольку уже сняли нас в сам фильм, мы подумали, почему бы не взять эту новеллу и не сделать клип на эту песню. Вот, сам Бог велел. Значит, история эта была связана с фильмом. Теперь еще в твоей жизни появилась история, связанная с мультфильмом. Ванюша, песня, которую вы исполняли вместе. Да, ну это фильм «Последний богатырь», диснеевский фильм, блокбастер, который собрал там чуть ли не самый продаваемый фильм в России. Ну да, в 2017 году. Он был, да, до вот вверх, до движения вверх, я его, кстати, еще не видела. Ну что сказать, это была потрясающая работа. Во-первых, много артистов. Ну да, группа Ума Турман, Лейф Лещенко, Вахтанг, Майя Мишель, кто еще там был задействован? Маликов и Антоха МС. О, как. Хорошая компания, да, очень такая разнообразная. Все очень разнообразные и в плане музыкальном, и личностном. Это был, конечно, суперинтересный опыт и веселый, и мы там танцевали, прикалывались, как дураки все время. Хоть это и была 20-часовая смена, некоторые еле дожили до конца, но это было прям так. Мне кажется, мы классно потрудились. Ну а что касается работы в кино и, между прочим, в мультфильмах, я думаю, что не зря я оговорилась, а ошибы, скорее всего, наверняка будут и с мультфильмами связаны какие-то песни. Пока нет, но я бы хотела, да, мне интересно пробовать новое. Мы сейчас говорим именно о съемках в них, ты бы была не против? В мультфильме сняться? Нет, фильмы. Да, конечно. Я знаю, что мы, в принципе, точно об этом уже говорили, потому что твоя фактура и, в общем, харизма, который, конечно, ест тебе. И у меня, ну, фактически нет сомнений, что режиссеры обязательно рано или поздно это рассмотрят, увидят и... Я не хотела бы сниматься в фильмах. Мне кажется, что этим должны заниматься профессиональные артисты. Я очень самокритично к себе отношусь в этом смысле. Ну, разве что я бы сыграла певицу. Самую себя, то есть, да, какую-то роль. Хорошо, тогда предлагаю нам прерваться совсем ненадолго у нас в гостях сегодня. Таня Ткачук, солистка группы «Моя Мишель». Друзья, у кого есть желание задать вопрос, пользуйтесь моментом, пишите. Ватсап и вайвер 8909-928-189-9. 8909-928-189-9. Обещаю все зачитать. Ну, а Таня обещает все ответить на все вопросы. Программа «Лучшая в стране» у нас сегодня в гостях солистка группы «Моя Мишель». Таня, Танюш, ну вот, пожалуйста, объявила я давно, значит, о том, что можно задавать вопросы. Первый вопрос. А девушки по имени Настя? Настенька, конечно. Так ты думаешь, что она спрашивает тебя, Таня? Мне кажется, должна догадаться. Хорошего дня страна. Почему вы написали песню про всех Настей? Татьяна, скажите, ну почему именно Настя такая пьяная и тупая? Я знаю, что, Таня, ты уже достаточно часто и много раз отвечала на этот вопрос. И объясняла, конечно, что Настя тут совершенно ни при чем, да? Танюш, ну нужно, наверное, чтобы ты все-таки еще раз отскала, теперь еще и в нашем эфире, для Насти, которые нас служат и смотрят. Если вы видели, мы делали ролик с Настей Ивлеевой, которая там, ну, собрали целую эпопею из всяких демотиваторов про Настю. Я не знаю, почему у этого имени такая карма, честно. Ну, есть прям какие-то куча присказок на этот счет, и, наверное, поэтому, ну, как бы ушло в народ, и, собственно, оттуда и взято. Ну, и рифма тоже, может быть, помогла как-то Насте, здрасте, да? Мне кажется, просто есть такое устойчивое выражение, здрасте, я Настя. Ну, на самом деле, многие не знали о нем, я думаю, что узнали благодаря тебе. И более того, решили, что ты это и придумала, что ты это все и сочинила. Я, конечно, я это придумала, еще сто лет назад. Но ты в остальных интервью также говорила о том, что, в общем, здесь, на самом деле, на месте Насте, это не обязательно Настя, да? Это даже, может быть, там Сергей Федорович какой-нибудь, это, может, и мужчина, и женщина. Ну, конечно, это в первую очередь песня про меня, и такой вообще шаблон про любую девочку, которая может, грубо говоря, оторваться. Настенька, которая нас смотрит и слушает, так что ничего личного уж точно здесь Таня не имела в виду. Но я тебя запомнила. Настя, ну раз уж заговорили про этот клип, тем более, что мы сейчас его посмотрим и послушаем эту песню, я хочу сказать, что он, ну, он очень особенный в твоем таком творческом багаже. У тебя все клипы очень яркие, очень красивые, необычные, не похожие. Этот вариант, я так думаю, что он не только меня, и многих удивил своих поклонников. Идея, в общем-то, не совсем сказать, что прям какая-то сложная. Ну, мы не особо заморачивались, это вообще должен был быть ролик для видеоконтента на концерт. Но как каким-то образом замечательный клип получился. Так все закрутилось, что это получился клип, да, и он всем нравится. Танюш, скажи, пожалуйста, кто хореографом главным является в этом клипе? Мои внутренние черти и тараканы в моей голове. Основные хореографы данного проекта. То есть, на самом деле, не было никакого, да, человека? Не было никакой постановки. Не было никакой постановки. Не было никакой хореографическим, который говорит, так вот, из носочек, здесь вот лучше вот так. Нет, конечно, это было чисто, мы просто бесились, и все. С одного дубля снят. И никаких, я не знаю, может быть, крепкий чай помогал вам. Какие-то были сопутствующие? Нет, мы ничем не сопутствовали себе. Просто хорошее настроение. Сажда, ничего не употребляли для этого. Сразу отвечаем на вопрос, это что же надо было, чтобы такое не только начислили. Не, мы дословно клип не переводили в видео. Ну, в смысле, пьяная и тупая там, разве что только тупая. Ну, еще вот буквально два слова, Настя, успокоилась, благодарит тебя. И единственное, просто, что предлагают, потом срифмовать как-нибудь что-нибудь со счастьем. То есть, Настя и счастье. Хорошо, договорились. В следующих композициях, друзья, такое вполне возможно. Ну, подобные истории, Таня, наверное, ты уже привыкла к ним. Что касается песни Настя, говорили тебе неоднократно, я думаю, и Насте тоже подобиженные подходили. А с какими песнями еще ассоциируют себя твои поклонники? Есть какие-то песни, при которых они говорят, что, ой, спасибо, это про меня, прям вообще, прям такая песня про меня? Ну, основная песня наша, ну, как сказать, основная. Все, конечно, любят разные, но всегда, все на всех концертах, мужчины и женщины всех возрастов, мальчики и девочки. И там, грубо говоря, от 5 до 64, наша целевая аудитория. Прекрасно. Да, все поют песню «Дура». Самая любимая все-таки на сегодняшний день у многих, да, является именно она. Ну, да, судя по статистике и потому, что я обычно себя не слышу ни в ушах, ни как, то да. А ты знаешь, что эту песню некоторые поют на своих свадьбах невесты? То есть уже жены после ЗАГСа слышала об этом? Скажи, пожалуйста. Ну, это реальная история, абсолютно. Ну, я видела пару видео, и плюс я знаю, что там некоторые девушки признаются в любви своим парням этой песней. Таня, что ты можешь на это сказать? Скажи, как тебе кажется это? Ну, дуры мы, что еще я могу сказать? Есть такое дело, да. Ну, ты бы сама призналась человеку какому-то в этой песне. Так я уже это и сделала, собственно. Как раз в этой самой песне, да. Друзья, Таня Ткачук, у нас гостя, группа «Моя Мишель». Вот сейчас есть возможность у вас задать любые интересующие вопросы. 8-909-928-1-89-9, 8-909-928-1-89-9, в WhatsApp и Viber. Отправляйте, пожалуйста, свои вопросы. Татьяна, я хочу, чтобы мы с тобой рассказали вот о чем. В прошлом году, в конце прошлого года была выпущена песня «Санта». Клипы, к сожалению, мы так и не дождались. Это вообще так ужасно это слышать. Потому что в прошлом году я поклялась больше не выпускать альбомы в конце года именно поэтому. Потому что, ну, как бы, по запрошлому уже теперь, господи, году. А на самом деле всего год назад мы выпустили альбом «Отстой». Отстой, да. И прошло буквально 9 дней, и все начали такие, а, ну это же было уже в прошлом году. Все, вот так вот, надо осторожить. Но песня прошлый год, так что здесь никаких не может быть сомнений. А, грубо говоря, 3 недели назад мы выпустили песню «Санта». Да, и она еще совсем новая, свежая. Мы ее буквально пару раз играли на концертах. В новогоднюю ночь, на Красной площади. На Красной площади, да, мы ее пели. И более того, у всех поклонников появилась возможность оказаться в клипе. И до 20 января буквально, да, был объявлен конкурс. Нужно было снять вертикальное селфи-видео. Ну, просто девочки должны были снять селфи-видео, где они кривляются под эту песню. И мы хотим из этого смонтировать прям целый клип. Уже 22 января на календаре. И боюсь, что, конечно, если кто-то сегодня возьмется, наверное, уже не попадет. Мы еще не монтировали. Так что? Но заявки больше нет, пожалуйста. У нас уже просто столько, у нас куча видео. Я боюсь, как бы все не поместились. Там сколько примерно? И потом, чтобы не обижались. Есть хоть примерно какая-то цифра? Сколько там? Ну, тысячи? Больше ста. Больше ста? Да. Ну, это сложно, конечно. Каждая же будет сидеть, ждать себя, чтобы попасть хотя бы на три минутки. На три минутки точно не получится, потому что песня всего три минутки. На три секунды тогда только, друзья. Ну что, мы ждем тогда этот видеоклип на канале YouTube. Ну, между прочим, может быть, и в нашем эфире тоже появится. Посмотрим, что из этого получится. Говорить пока еще рано. А вот клипы песни Настя уже в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ» прямо сейчас. Так что танцуем, слушаем, смотрим, поем. Но настроение здесь создано потрясающее, правда. Даже хоть если ты и не Настя, а хочется прыгать и... И даже не страшно выглядеть пьяной и тупой. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» Ведущая Александра Хайрулина. Продолжается программа «Лучшая в стране». Это Анна Качук у нас сегодня в гостях. И, друзья, конечно, группа «Моя Мишель» — одна из лучших в нашей стране и любимых, ну, для многих. Это так, Танюш, так, 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 так. Вы всем так говорите. Ну, потому что, конечно, в этой программе оказываются лучшие из лучших. Но я могу точно тебе сказать, что твоя армия и большая приличность слушают нас и смотрят в том числе. Я хочу вот какой вопрос задать. Ты рассказываешь в интервью о том, что 14 февраля в 2015 году появилась в свет, точнее, вышла в общественность, наверное, песня, если можно так выразиться, дура. Узнали её. И как раз можно сказать, что вы проснулись знаменитыми все участники группы «Моя Мишель». До этого, насколько группа существовала, там, как-то все сбиваются со счёта, ты сама точно не можешь сказать. Просто стыдно признаться. Сколько уже лет? Ну, кстати, если это 2008 год, то этот год юбилейный. У вас 10 лет коллектива. Я слово «юбилей» вообще боюсь, в принципе, и по отношению к себе, и по отношению к группе. Танечка, ну, привыкаю на что. Мне кажется, это очень ужасное слово для женщины. Слово «юбилей» вообще какое-то страшное. Не должно его существовать. Для женщины, да, а для группы музыкальной, мне кажется, вполне. Ну, хорошо, давай возьмём отчёт такой именно с 2015 года, когда вся страна запела дуру. Как раз 14 февраля будет уже три года. Ну, как тебе кажется, вот за эти три года достигнуто то, о чём мечталась, или ещё не совсем, есть ещё к чему стремиться? Мне кажется, нет ни одного артиста, которого бы достигнуто было то, о чём мечталась. Ну, потому что иначе мотивация пропадает. Нет, конечно, хочется всегда больше и больше, и больше людей, и больше песен, больше альбомов, больше клипов. Олимпийские, все эти вещи. Олимпийские, олимпийские обязательно должны случиться. И не один, он должен быть уже таким традиционным. И я думаю, что два дня подряд как раз вот так вот где-нибудь тоже либо Татьяне День. Ну, а почему нет? Конечно, так и должно быть. Ты же себя с детства видела на сцене именно больших стадионов. Ну, правильно ведь так, если вы эти интервью? Ну, конечно, да, всё и так было, да, с развивающимися волосами. Длинными? Может быть, надо волосы отрастить? Это как-то быстрее притянется этот момент, раз была картинка такая заложена. Хорошо, начну растить волосы. Заложена во вселенной. Ну, может так. Ну, хорошо, Данюша, если не всё достигнуто, это и понятно, господи, ну, смешно было бы об этом спрашивать. Но всё-таки ты довольна в целом, как складывается творческий путь у группы «Моя Мишель»? Ну, «Моя Мишель» — это лучшее, что со мной в жизни происходит. Конечно, я не хочу никакого другого занятия для себя и вообще не представляю даже, что было бы, если бы этого у меня не было. Ты изменилась за эти три года, как тебе кажется? Конечно, изменилась. Я вообще всегда меняюсь, мы же развиваемся. Мне кажется, что я стала ещё раз в 500 лучше. Раз в 500? Конечно. Боженьки мои, вот это да. Все должны посчитать коэффициент, как бы разделить 500 на 3 и в степени понять. Мне кажется, что желание стать получше, ну, у многих, у многих, если они у всех присутствуют. И когда ты слышишь, что кто-то сумел стать в 500 раз лучше, ты сразу на себя это примеряешь. Господи, как же этого достичь, Таня? Что нужно читать, что нужно слушать, смотреть, чем заниматься? Да. Значит, вот три года, берёшь, пишешь список из 500 единиц и потом ставишь галочки. Прочитать то-то, заняться таким-то спортом, съесть то-то, съездить туда-то. Вот ты как бы уже стал 500 раз лучше. Ну, что касается спорта, ты-то его не очень любишь. Ну, я, тем не менее, им занимаюсь. Всё-таки занимаюсь через силу. Да, всех проклинаю. Что это? Бег, иногда йога, да, по-моему, так, если не ошибаюсь? Йогой не занимаюсь, не могу составить себя. Ну, у нас же не твоё, что? Так бывает, конечно. Да, единственный спорт, которым сейчас могу заниматься, без тренера, потому что тренера всё время тоже начинаю стебать, нет ли у него родни в СС. В общем, просто бегаю на дорожке, там, раза три в неделю, два-три раза. Сколько по времени ты это делаешь? Ну, час. И всё. Да? И всё. Достаточно, три раза в неделю. Достаточно. Супер. Это максимум. Максимум. Ну, я потом ещё иду в сауну, это у меня такой обряд. Вот очень важно, чтобы было... А, ну, подождите, это же уже другие делали. Чтобы было это в удовольствие. Должен быть, как бы, кнут и пряник. Хорошо, все знают твою страсть к завтракам, к вкусным, обильным. Я уже позавтракала, спасибо. Ничего себе не отказываешь. Ну, хотелось бы узнать, да, из чего твой завтрак состоял сегодня? И в последнее время, может быть, он как-то изменился? Это уже не только сырники и кофе? Сырники и кофе иногда. Да, иногда какие-нибудь брускеты, яйца, каши с ягодами. То есть это не всё вместе. Ну, точнее, не всегда всё вместе. Или всё-таки, да? Да. Ну, не знаю, если мы где-то в отеле, то какие-то там, как обычно, вот эти всякие нарезки и так далее. Завтрак ты сама готовишь или это уже какие-то заготовки, полуфабрикаты или кто-то, может быть, его готовит? Я люблю завтракать в кафе, но иногда мне лень выходить из дома. Я готовлю сама и это какая-нибудь яичница с чёрным хлебом на сливочном масле. Это очень калорийно, но зато 100% вкусно. Приятного аппетита тем, кто сейчас обедает, друзья. У нас сейчас музыкальная пауза. Это, кстати, клип и песня «Дура» «Моя Мишель». Та самая любимая всеми, причём ведь не только женщинами, но и мужчинами в нашей стране. Это очень забавно, когда мужчины вот так прям орут с красными лицами, с вот такими напряжёнными жилами. Я же твоя дура! Мужчины, вот и сейчас не сдерживайте себя вперёд. Смотрите, слушайте и подпевайте. Программа «Лучшая в стране» и телерадиоканал «Страна-ФМ» и «Дура». Вот, пожалуйста, по многочисленным просьбам в нашем эфире. Ну, на самом деле, клип такой, который хочется смотреть вновь и вновь. Правда, Танюш, спасибо тебе за него отдельное, за этот клип. А, кстати говоря, если говорить о видеоработах, у тебя есть вот любимчики такие и те, которые, ну, уже есть и есть и есть? Ну, вот, когда клип только выходит, тебе хочется его пересматривать просто бесконечно. Он самый любимый, да. Потом он как-то приедается, потом ты его хочешь уже больше никогда не смотреть. А вот сейчас я посмотрела клип «Дура», мне кажется, я его год не видела и подумала, какой классный клип, какое хорошее видео, красивое. Здорово. Я очень рада, что это благодаря нам случилось, что ты снова полюбила этот клип. Танюш, ну, а что касается новых работ, помимо Санты, в котором принимают участие в клипе, я имею в виду все поклонники твои, пожелавшие это сделать, во всяком случае, да. Какие-то еще видеоработы планируются в ближайшее время? Ну, конечно бы хотелось бы, ведь у нас выходит новый альбом. Я не могу сказать, что мы идем снимать прямо завтра что-то, но мы планируем в этом году снять как минимум два клипа. Отличная новость. Да, и надеюсь увидеть у вас в эфире их. Обязательно. А я-то, например, точно знаю, что ты нас удивишь обязательно в этих клипах, что наверняка они опять будут разные. Кстати, ты принимаешь какое-то участие? Я в них снимаюсь. Помимо этого, можешь ли ты, не знаю, в сценарии принять участие? Да, конечно. Или, может быть, во время съемок, говоришь, нет, я не буду с лестницы лететь, куклу давайте, и все, я что вам тут? Нет, ну кукла была придумана специально ради забавы, хоть многие считают, что типа, а, видно, что кукла. Да, мы знаем, что видно, что кукла, так и было задумано. Ну, я всегда говорю да, нет, и в первую очередь, нравится ли сценарий от этого уже пляж? То есть были варианты, сценарии, которые тебе не понравились? Конечно. Что там было такое? Нужно было в каком-то сценарии сесть в торт попой. Ты не любишь ладкое? Я не хочу никого обидеть. Не настолько. Ты боялась поправиться, скажи, что ты? Ну, просто это не мое. Да, интересно. Интересно. Кстати, надо понаблюдать, кто-то же обязательно согласится с этой идеей, обязательно поедет. Тем более теперь, когда ты еще ее и озвучила. Так, хорошо, Танюша, скажи мне, пожалуйста, прокомментируй как-то вот такую вот запись в Инстаграм. Друзья, мы готовим фирменные носки, футболки, бейсболки и шапки для вас. Мы спорим, значит, какие лого вы стали бы носить. Пишите, все в ваших руках. Выбрать можно только. Как обстоят дела с выбором лого? Я могу сказать, что с этим постом мы знатно хайпанули. Ни одна история, ни одна красивая фотография. Еще не собрала столько лайков и комментариев у нас в Инстаграм. Ну, что сказать. Есть лидеры, будем делать футболки. Футболки? То есть, получается, все, не носков не будет. Носки уже есть. И еще есть шапки. А вот почему вы ограничились только носками, футболками, бейсболками и шапками? Можно же и дальше пойти. Трусы? В том числе, да. Перчатки, опять-таки, да, трусы. Ну, что, да. Может быть, какие-то, знаешь, какие-то для купания. Для купания? Плавательные, да. Здрасте, Настя. Как вариант, кстати. Мне кажется, для смелых девушек. Или с надписью «Дура». Это идея. Я подумаю об этом. Потому что, правда, мне тоже нравится. Так, хорошо. Теперь хочу тебя спросить вот что. «Темная аллея». Потрясающий клип со смешем и дает замечательный. Тоже абсолютно. И хорошая такая история веселая. Как он за тобой бегал-бегал, гонялся-гонялся. Сам смеш, я имею в виду, подкараулил тебя в лифте. И предложил сотрудничать. Я всегда на этот счет придумываю разные истории. Потому что, на самом деле, я не помню, с чего это началось. Потому что мы с Андреем знали друг друга до этого уже достаточно долго. И он нас приглашал во всякие свои заведения, коих обладателем он является. На всякие вечеринки и так далее. То есть просто любил группу. И мы всегда общались. И вот так получилась совместная работа. По любви. Но она очень хорошая. И как-то все совпало, правда. И смеш там потрясающая совершенно. С замечательными актерскими способностями. И ты там невероятно обаятельная. Да, клип. Если говорить про любимые клипы, я думаю, что это одна из самых удачных работ. И одно из любимых видео. Именно таких клипов сценарных, где есть, грубо говоря, диалог между героями. И не просто набор картинок. И еще, конечно же, в жизни я тоже выбираю доков. Так же, как и в клипе. Вот это признание. Здесь и музыка, и слова твои. Музыка, и слова. Ну, музыку, получается, что Андрей принимал участие в написании аранжировки. Слова мои, да. Как вы приняли решение, что именно эта песня должна быть? Решение принимал Андрей. Мы ему дали на выбор все свои написанные новые песни. И он сказал, хочу эту делать. Нравится. Слушай, как интересно. Ну, давайте с удовольствием еще раз посмотрим и послушаем этот самый клип и песню «Моя Мишель с Мэш темной Алиной». Друзья, программа «Лучшая в стране». У нас в гостях Таня Ткачук, группа «Моя Мишель». Есть у нас еще пять минуточек. Продолжаем с Таней говорить. Ближайший концерт 25 января в Москве в клубе 16-м. Завидуем тем, у кого есть билеты, кто уже попадает. Ну, Таня, может, кстати, какая-то трансляция прямая планируется, нет? Или только те, кто присутствует там, будут снимать в Инстаграм? Ну, это качественный звук, к сожалению, поэтому... Ну что ж, к сожалению, к счастью, конечно. К сожалению, его нельзя устроить. Танечка, расскажи тогда, пожалуйста, про свой концерт «Благовещенский», который будет весной. Я про это еще практически ничего не знаю. Ну, хорошо. Тогда мы давай с тобой поговорим про эмоции. Ну, это же родной город. Как часто тебе там удается выступать? Вот за эти три года. Это единственный концерт или были еще выступления? У нас был концерт, мне кажется, пару лет назад. Я забыла, в каком году. В общем, в 2016-м. То есть оголодали уже, оголодали местные жители. Да, но я была дома буквально неделю назад, прилетела. Пришлось вернуться. Была три дня, но зато насладилась солнцем, морозом. Здесь, конечно... Настоящий красивый зимой, да? Да, потому что, чтобы вы знали, в декабре в Москве солнце светило шесть минут. Да, это так и есть. Это ужасно, конечно. Танюш, ну, в общем, какие-то особые волнения вызывают у тебя концерты? Ну, конечно, этот концерт в родном городе, это самый нервный концерт. На что приходят, во-первых, все родственники. Конечно. Все 500 тысяч родственников. Вот тебе уже и полклуба. Директор школы, одноклассники, соседи. И все начинают перемывать тебе кости. А почему ты так думаешь? Они наверняка любуются и думают, вот, Танюша, молодец. Какая же все-таки умница. Ну, конечно же, любуются. Это я шучу. Но все равно это ощущение такое, несколько иное, когда ты выступаешь перед всеми знакомыми людьми. Это не то, что два человека в зале. И чем когда ты выступаешь перед, скажем так, новой кровью. В общем, благовещность, готовьтесь и лучше не подкачайте, пожалуйста. Просто организуйте прием, самый что ни на есть душевный. Танюш, совсем недавно ты сама себе пожелала чаще звонить моим папе, больше спать и не забивать на здоровье. Ну, со звонками, наверное, понятно, а больше спать, а забивать на здоровье. Вот что здесь люди должны подумать, я даже не знаю. Учитывая, что ты не пьешь, если верить тебе, опять-таки, интервью, да? Если верить моим песням. Не будешь, да. Что такое забивать на здоровье? Ну, это, например, ты простыл, и ты играешь концерт, все равно, или ты летишь. В минус 15 в Казани, например. Да, да. И там плохо лечишься, переносишь на ногах и так далее. Ну, больше просто внимания уделять. Да, четко и трепетно относиться, конечно. Ну, в первую очередь, конечно, это зависит от сна. Со сном пока не заладилось. А что ты делаешь? Почему ты не можешь уснуть? Ну, я занимаюсь делами, что-то смотрю, слушаю. Читаю, пишу, да, сочиняю. Вот так, Танюш, ну мы тебе тогда присоединимся к этим пожеланиям. Я так понимаю, если они такие очень важные для тебя, пусть непременно все получится, как тебе думается. Ну и, конечно, успехов. Обязательно ждем клип новый, еще один клип, альбом новый. И, знаешь что, будем ждать группу «Моя Мишелька» на августе уже с концертом живым. Пообещай, пожалуйста, что это случится. Я обещаю, что это случится. Как только вы договоритесь с нашим звукорежиссером, что мы можем здесь выступить. Шутка. Прозвучало это тогда. Шансы наши просто со звукорежиссером практически нереально договориться. Танечка, спасибо тебе большое за то, что ты пришла. Мы тебя очень любим, правда. Мы всегда тебе очень рады. Это взаимно. Группа «Моя Мишелька» — одна из наших самых любимых. Процветай всего тебе самого хорошего. Ну и что-нибудь пожелай нашим зрителям, слушателям, поклонникам, которые сейчас привнули тоже. Не только Насте, но и Саше, Маше. Я очень желаю увидеться со всеми вами в ваших городах. Надеюсь, что в будущем году мы посетим как можно больше городов, и вы все попадете к нам на концерт. Да будет так. Таня Ткачек, «Моя Мишель». Ребятам большой привет всей команде. Обязательно. И, конечно, Игорь Мадвиенко. Хорошо. Спасибо, друзья. Программа «Лучшее в стране». «Лучшее в стране». На телерадиоканале «Страна.ФМ».